В начале июля в чрезвычайно жаркое время под вечер один молодой человек вышел из своей коморки, которую нанимал от жильцов в С-Дефис-М переулке, подразумевается столярный переулок, и как бы в нерешительности направился к К-Дефис-Му-Мосту, имеется в виду Кокушкин-Мосту. Кокушкин-Мост, вот он. Мы стоим с вами в том самом месте, где начинается роман «Преступление и наказание», который Федор Михайлович Достоевский написал буквально в двух шагах отсюда, и это место я вам скоро покажу. Сам Кокушкин-Мост присутствует во многих литературных произведениях, поскольку вот в этом доме, это дом Зверкова, жил Гоголь, и здесь он написал «Вечера на хуторе Блездиканьки», ну, как записал, закончил, да, то в записках сумасшедшего у Поприччина мы читаем следующее. «Я развернул свой зонтик и отправился за двумя дамами. Перешли в Гороховую, Гороховая улица имеется в виду, в Мещанскую, Мещанская – это нынешняя Казначейская улица, в Столярную, это Столярный переулок, и, наконец, к Кокушкиному мосту и остановились перед Большим домом, вот этим. Этот дом, я знаю, сказал я сам себе, это дом Зверкова, эко-машина, какого в нем народа не живет, сколько кухарок, сколько приезжих, а наши братья и чиновников, как собак, один на другом сидит. Там есть у меня один приятель, который хорошо играет на трубе». Да, мы зашли в пятый этаж, то есть он уже тогда, этот дом был пятиэтажным. Ну, а теперь давайте переместимся, собственно, к одному из главных адресов в жизни нашего великого классика, Федора Михайловича Достоевского. Пока мы это все снимаем... No, no, it's not a problem. Yeah, it's Dостоевский. And here's the house where he lived. Yeah, this is the... Yeah. And here's the house where he wrote crime and punishment. And over there there is the house where Raskolnikov lived. Just the next corner. Ah, okay. Right there. Yeah, right there. The next corner. Yeah. One of the main characters. And where did he write? Yeah. Delita is castigo. Yeah. He lived here. No, it was written. No, I can tell you. It was the house where he met his second wife. Okay. Yeah. Yeah, in that particular, Belgrade. Вот так приходится иногда итальянским туристам рассказывать, где мы находимся. Whatever you're doing, continue. No problem for us. Thank you, senor. Thank you, senor. Thank you. I'm not French, but I'm not Italian. Yes, not English, French, but not Italian. You understand that we are Italian? I'm... What? You're a journalist. You're a journalist. Yes. I'm a journalist. Something. I'm a journalist. Yes. 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 написать, написал он его именно в этом доме, тот самый роман «Преступление и наказание». Интересно, что, будучи за границей, он предлагал друзьям запродать эту повесть, как он ее называл, за 300 рублей. 300 рублей ни одна редакция, ни один издатель не хотел брать это произведение, которое стало настолько знаковым, что вот видите... Рома, ну-ка покажи-ка эту группу, прямо настолько знаковым, потому что вот прямо сюда народ специально приезжает со всего мира. Вот в данном случае итальянцы, совершенно обалдевшие от того, что они попали к дому, где это все происходило. Я им только что рассказал, что за углом находится дом, где жил Раскольников. И, в общем-то, не только, конечно же, итальянские туристы, туристы со всего мира сюда приезжают. Это говорит о том, что Достоевский стал, ну, по сути, нашим литературным брендом. Я бы даже сказал, брендом нашей культуры, что прекрасно. Наравне с Толстым, наравне с Чеховым, наравне с Чайковским, через него люди познают нашу культуру. Но надо сказать, что сама жизнь Федора Михайловича, конечно, была не сахар. На этой улице, в которой мы находимся, она сейчас называется Казначейская, а тогда называлась Малой Мещанской. Ну, собственно, название обязывает. Мещане, как вы понимаете, это отнюдь не дворяне. Она была населена... Ну, чем она была населена, я вам скажу чуть позже. Точнее, я не буду даже говорить, я вам просто процитирую. И, как вы знаете, Достоевский, он... 10 лет он отсутствовал в Петербурге, потому что все это время он провел в местах не столь отдаленных. И вот, вернувшись в... Ну, чуть не сказал, в родной город, он стал родным, в общем-то, в процессе. Федор Михайлович сначала поселился в доме номер один на этой улице. Там жил его брат Михаил, старший брат, и он издавал журнал «Время». Это был не просто журнал, это был, на самом деле, вызов так называемой демократической прессе, потому что Федор Михайлович прошел определенную эволюцию у себя там в местах не столь удаленных. Он там столкнулся с дикой ненавистью к дворянству. Он понял, что вообще все то, за что он думал, что он борется, что он будет бороться, оно не стоит и гроша ломаного. И это было связано и с различными издевательствами, которым он подвергался со стороны всевозможных, ну, как бы мы сейчас сказали, зэков. Поэтому там у него произошел определенный перелом, и когда он сюда приехал, в Петербург, естественно, он стал работать вместе с братом в этом журнале. И чтобы далеко не ходить, он поселился вместе с ним в доме номер один. Семья у брата была достаточно большая, жена, шестеро детей и куча долгов, надо сказать. Как позиционировало себя временно, наглядно... Кстати, вот хорошая книжка, очень рекомендую «Достоевский в Петербурге». Это такая хрестоматийная книга, которая, в общем-то, является основой для большинства путеводителей по Петербургу-Достоевскому. Евгения Сархунян ее написала еще, по-моему, в 70-х, что ли, годах. Я, конечно, точно не помню, но, в общем, тех времен... Ой, вообще даже сдано в набор аж 69-й год, можете себе представить. Так вот, в объявлении о подписке журнала говорилось, «Мы ненавидим свистунов, свистящих из хлеба, и только для того, чтобы свистать». Ну, это был выпад против современника Некрасовского и против его приложения, которое называлось «Свисток». Время было закрыто, как здесь пишут по одному недоразумению, но, на самом деле, причина была глубже. Стали выпускать журнал «Эпоха», но он, забегая вперед, тоже никакой популярностью тотальной не пользовался, и в итоге его пришлось закрыть. То есть, Федор Михайлович Достоевский, в отличие от Некрасова, не умел делать деньги на собственных журналистских и литературных потугах. Для этого ему потребовалась женщина-продюсер. Именно эта женщина-продюсер и пришла к нему вот сюда в 1866 году. Это уже была третья квартира на этой улице. Дом этот принадлежал тогда купцу Алункину. Алункин, надо сказать, входил в положение Федора Михайловича, и когда у того не было денег, не напоминал ему о том, что нужно вносить за квартиру. А квартира стоила 25 рублей. Достоевский, согласно договоренностям, должен был платить за два месяца вперед. Естественно, он всегда был должен. И надо сказать, что вот эту деликатность, как называл ее Федор Михайлович, он в Алункине очень любил. Более того, он вывел в одном из купцов, в братьях Карамазовых, этого самого Алункина. В 1866 году, когда он здесь проживал, уже у него не было никого из близких. Его первая жена, с которой он познакомился еще там, за Уралом, назовем эту местность таким образом, и привез сюда. У него был пасынок от него. Она умерла. Затем в Павловске умер его старший брат. Затем умер Аполлон Григорьев, один из его друзей, соратников и главных сотрудников журнала. И Достоевский написал в этой связи, бросился я, схранив ее в Петербург, ну, ее имеется в виду, собственно, Марию Дмитриевну, свою супругу, к брату. Он один у меня оставался. Через три месяца умер и он. И стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась на дыре. Вот он оказался, соответственно, в таком тотальном одиночестве. Жил в этой квартире. На втором этаже она располагалась. И вот там дальше надо, соответственно, аркой окнами во двор. И после смерти брата он взял все его долги на себя. И надо сказать, что кредиторы были очень ушлые. Они иногда приписывали, знаете, нолики, когда поняли, какой олух им достался. 25 тысяч рублей долгу – это огромное количество денег по тем временам. Ну, плюс, соответственно, семья брата требовала бабла. И в какой-то момент Достоевскому потребовалось 3 тысячи рублей. Вот срочно. А у него их не было. И тогда к нему обратился издатель Стиловский. Это такой издатель, который деньги делал очень круто и на всем. Он издавал ноты, прежде всего, но потом занялся и печатанием электристики. Уже тогда были ряд скандалов. То есть Доргомышский на него в суд подавал. Потом сам Достоевский писал, что он может купить практически всю литературу, потому что за 25 ссылковых купил практически все на следе Глинки. И Стиловский предложил ему следующую вещь. Значит, он дает ему эти 3 тысячи рублей, но за эти бабки Достоевский должен отдать ему право на опечатание всех уже вышедших его книг. Дальше он обязуется к 1 ноября написать роман, а оставалось там всего полтора месяца. Ну, а если он не справляется с этими обязанностями, тогда Стиловский получает право, соответственно, на все дальнейшие издания Федора Михайловича Достоевского. Как вы понимаете, это был просто кабальный договор, но Достоевский на него пошел, потому что у него просто не было выхода. Приятели Достоевского, Майков, Милюков предлагали следующую схему. Они каждый напишут по несколько глав романа. Федор Михайлович отполирует это все, сам что-то допишет, и таким образом он успеет. Ну, потому что они понимали, что невозможно написать крупное произведение в 10 печатных листов за такой короткий срок. Но Достоевский на это не пошел. Положение, как я уже сказал, у него было безвыходное. Бывало, иногда по несколько раз за зиму шубу свою закладывал. И тогда ему порекомендовали взять стенографистку. И вот сюда, в этот самый дом, пришла 19-летняя Анна Григорьевна Сниткина, лучшая выпускница курсов стенографисток. Сначала Федор Михайлович принял ее как-то без особой симпатии. Он ей дал задание, она не успевала, потом, когда она успела, он увидел, что она пропустила две точки. Он долго возмущался, как вообще так можно две точки пропустить. Он на нее тоже сначала оказал такое достаточно гнетущее впечатление, потому что он ей показался стариком. Но, как она пишет в своих воспоминаниях, как только он заговорил, глаза зажглись, и он сразу же помолодел. И она поняла, что ему там где-то под 40 лет. В итоге они выработали следующий алгоритм. Достоевский писал в основном по ночам. Он заваривал себе крепчайший чай. Это у него была такая привычка еще с каторги. Выкуривал огромное количество папирос. И он как бы писал фактически сценарный план. Затем в 4 часа приходила Сниткина. Он ей, соответственно, это все дело надиктовывал. Она это все дело записывала. Приходила домой, расшифровывала. И на следующий день приходила опять. Сначала они проверяли то, что она сделала. А потом приступали к надиктовке следующей главы или следующего куска произведения. Это был роман «Игрок». Который, в общем-то, отображал и личный опыт Федора Михайловича. Когда он проигрывался порой в пух и прах. И иногда немец гостиницы хозяин. Эта гостиница отказывала ему даже в пище. И Достоевский писал, что сижу я теперь только на чае. С Ниткиной приходилось проходить в день, ну, где-то около 12 километров. Она жила на песках возле Смольного собора. Это примерно 6 километров в одну сторону. Вот она сюда приходила. И, в общем-то, работа спорилась. Работа спорилась. В какой-то момент Федор Михайлович, он понял, что, ну, не может без нее жить. И что он сделал? Он, они, дело в том, что они закончили. Даже на день раньше, 30-го числа, с Ниткиной пришла специально, не в черном, а в таком лиловом платье, которое ей очень шло. Федор Михайлович ценил это. И он ей начал рассказывать такую историю. Сначала он заговорил про сны. Затем он сказал, что у него есть замысел нового романа. В этом романе, значит, уже такой в годах художник. И вот он начинает описывать судьбу этого художника. И с Ниткиной что-то начинает улавливать какие-то черты сходства с жизнью самого Достоевского. А потом он говорит, что он влюбляется в молодую жизнерадостную девушку по имени Анна. Она в своих воспоминаниях пишет, что ей даже сначала не пришло в голову, что ее тоже зовут Анна. Она решила, что это Анна Корвин-Круковская. А Анна Корвин-Круковская, это совершенно потрясающий сюжет, вкратце скажу. Значит, она была дочь небедного человека, и Достоевский к ней сватался. Затем Анна Корвин-Круковская вообще вышла замуж за французского революционера. Участвовала в парижской коммуне. Муж ее был приговорен в смертной казни. Но они бежали из тюрьмы благодаря помощи брата и отца. Она одно время жила в Англии, в гостях у Карла Маркса. Переводила его первый том капитала. И она была, конечно, очень радикальных социалистических взглядов. А Федор Михайлович, как вы знаете, поменял свои взгляды после каторги, как я уже говорил. И, в общем, на этой почве они очень расходились. Но, тем не менее, они остались друзьями и потом общались. У Карлана Корвин-Круковской была младшая сестра, которая безумно любила Достоевского. Мечтала выйти за него замуж. А он на нее не очень большого внимания обращал. И эта сестра потом стала известна как Софья Ковалевская. На секундочку. Вот так иногда, соответственно, хитро сплетаются судьбы великих людей. Ну, соответственно, Федор Михайлович это все рассказывает. Достоевская, будущее Достоевская, я забегаю вперед, Сниткина говорит, что дает какие-то свои комментарии. И в какой-то момент Достоевский говорит, ну вот представьте, что художник это я, вот эта девушка это вы. И она сказала, ну это значит, что я согласна и буду любить вашу всю жизнь. И вот здесь Достоевскому повезло. Вот как важно талантливому человеку найти в жизни свою бабу. Он ее нашел. Вот она стала для него. Я всегда люблю вот эту фразу Довлатова, что женщина для талантливого человека может сделать три вещи. Она может стать его музой, может стать его продюсером, она может ему не мешать. Вот она стала всем для него. О том, как она продавала роман Бесы, а это вообще был первый случай, когда сам писатель продавал свое издание. И надо сказать, что это произошло только благодаря ей. Это нужно рассказывать, конечно, у квартиры вот в Кузнечном переулке. Она там провела такое маркетинговое исследование, там выяснила, что почем, говорила с книгопродавцами. И вот последние два-три года, наконец, у Федора Михайловича Достоевского, когда он расплатился со всеми долгами, были абсолютным счастьем. И Сниткина что сделала, когда вот он ей это все предложил? Она, поняв, что он находится в жуткой депрессии, что у него куча долгов, отсюда они, естественно, съехали в квартиру на Вознесенске, она запродала все свои, ну, запродала, я выражаюсь языком того времени, продала все свои драгоценности, все свое преданное, и на эти деньги вывезла Достоевского в Европу. Вот женщина-кремень, женщина-огонь. Единственное, что потом она, конечно, вымарала все, что касается его предыдущей любви Аполлина Ресусловой, постаралась, чтобы память о ней исчезла, но этого не произошло, но это как бы отдельный сюжет. И вот это все, оно происходило вот в этом доме, вот все, что я вам рассказываю. Именно здесь Достоевский нашел свое счастье, Достоевский нашел тот фундамент в виде второй половинки своей жизни, благодаря которой эта жизнь, наконец, ну, как-то стала меньше адовой, чем была до этого. А если пройти вот туда дальше по улице, то мы увидим дом Раскольникова, но тут опять-таки надо сказать, что это условный дом Раскольникова. Достоевский не оставил точных координат. Он зашифровывал адреса и дома своих героев. Да, он любил селить их там, где он жил сам, но на самом деле не факт. Что-то мы знаем из воспоминаний самой Анны Григорьевны. Кстати, вот они. Настоятельно рекомендую их прочитать, тут есть масса интересного. Что-то мы знаем из книги Анциферова, вышедшей в 20-х годах прошлого века. И вот с тех пор все Достоевского веда и вот все поклонники Федора Михайловича, они основываются в основном на этих двух источниках. Я же вам хочу сказать, что вы можете приходить ко мне на экскурсии, которые проходят не только в Петербурге, но и в Москве, и даже в Берлине и в Париже. Вы можете со мной поехать туда. Пишите мне на электронный адрес, который я укажу в описалке, в описалке, в описании вот там. Сайт можете посетить, там есть расписание группы ВКонтакте. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Увидимся. Пока. Продолжение следует...